Виктор Григорьевич, привет из австралийских тропиков. Касательно нашего телефонного разговора даю приложение астрофотографии нескольких известных галактик. Это Сергей Краснов, наш австралийский соратник. Точно такими я их вижу и сам в свои телескопы. Явно наблюдаются центры этих объектов, более яркие, сконцентрированные, выделенные геометрически. Визуально похоже, что именно вокруг них происходит вращение МЧС-системы. Понятно, что так называемые черные дыры невозможны, но что же там в центре? Настолько очевидно заметно. Кстати, в эллиптических галактиках такого нет, только в спиральных, где я вам наблюдается вращательный процесс. Что там может быть в центре галактики? С уважением, Сергей Краснов. Там ничего, кроме вещественной материи, быть не может. Бареное вещество в форме звезд планеты. В принципе, по классическим астрономическим представлениям, так это и балдж от английского. Выпуклость, сдутие, сфероидальное уплотнение из звезд в центре галактики. Балдж – наиболее яркая часть сферической подсистемы галактики. Одна из двух основных структурных составляющих вместе с диском. Балдж состоит в основном из старых звезд населения 2, движущихся по вытянутым орбитам. Относительная выраженность балджа сильно различается для разных галактик и служит одним из важнейших критерий в классификации галактик. Например, эллиптические галактики состоят только из сферической системы, не имеют диска. А у неправильных галактика сферическая подсистема, наоборот, очень слаба. Яркость балджа в галактике хорошо описывается законом сертика. Ну, как бы, наиболее вероятный вариант, он и есть такой, что это скопление звезд небесных тел в центре галактики. Оно может быть ярко выражено, может быть не ярко выражено. Тут стандартная схема. Сергей, вот такая ситуация. Ничего отличного вот этого, я там в основании никаких нет, не просматривается. Саня Флорида. Виктор, нельзя ли подтвердить или опровергнуть информацию от Бояшинова, что вам лично и подписчикам ваших каналов Академия наук будет раздавать квартиры и привилегии? И где записываются, если можно? Ну, судя по вопросу, человек не шутит. Ну, сам вопрос является шуточным. Далее, тут вот у нас новость по Бояшинам. Видео недоступно, его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушения авторских прав от пользователя Бориса Боряшина со дна российской науки. В связи с чем? В связи с чем? В связи с чем? Ну, хочу сообщить, наши фирмы по-прежнему можно использовать как угодно наши любые ролики, распространять где угодно, в любом формате. Вот, то, что мы отсняли, то, что он в нашем канале. Вот, заливайте как угодно, делайте шуты, вырезки, без каких-то проблем, без претензий. Монетизируйте, что хотите с ними делать и пользуйтесь. Действительно, всегда. Далее, Эдвард Широких. Просим Виктора освоить новый формат комментариев фильмов типа Интерстеллар и смотрите наверх. Я за. Пожалуйста, вносите список фильмов, которые можно посмотреть, где вам какие-то интересные моменты. У меня нет повода посмотреть художественную литературу, художественные фильмы. Ну, вот сейчас таким способом я могу хоть увидеть, выделить время на это. А давайте представим себе Катючика, живущего в том веке, где все люди верили, что Земля плоская или что Солнце вращается вокруг Земли. Тогда бы он тоже доказывал, что все те, которые осознали, что у них две руки правые, а все остальные дураки. С таким подходом человечество бы ничего нового не открыло. Нам нужны люди, которые во всем сомневаются и смотрят на мир под разными углами. Обман – это, что нам нужны люди, которые во всем сомневаются. Обман – что это надо иметь множество точек зрения. Это вам говорят, это вот просто элемент пропаганды. Если вы повторяете, нам нужны люди, которые смотрят на мир под разными углами. Это не нам нужны люди, которые смотрят на мир под разными углами. Это тем, кто разрушает нашу страну, нужны люди, которые смотрят на мир под разными углами. Вот представьте, вот часть людей смотрят на мир под углом здравомысля. Вот здравомыслящие люди смотрят на мир. И под разными долбайнерскими углами смотрят другие люди, которые не могут сосредоточиться. И вам предлагают, чтобы вот этих людей, которые смотрят и не могут сосредоточиться, было больше. Чтобы они сочиняли всякую пюру, всякую ересь слабоумную. И смотрели на мир под разными углами. Но если у зайчика два уха, как на это можно еще посмотреть? Что у зайчика три уха, что четыре, полуха. Это же все неадекватные взгляды, которые просто расслояют толпу, превращают как бы сообщество во скотиненную такую форму. Неважно в какой возрасте, в науке или в политической жизни. Не нужны нам люди, которые смотрят на мир под разными углами. Надо адекватно смотреть на мир. Это и есть адекватно смотреть на мир и иметь адекватную точку зрения, внятную. Все остальное это лопотание. Андрюха Грач. Уже вижу, как Виктор весь заросший бородой. Спустя 20 лет все то же самое объясняет. Жаль, наука изобравляет невежды. Надеюсь, хоть в оборонке останутся специалисты. Хотелось бы в более короткие сроки уложиться с объяснениями. Хот-хэт. Виктор, пожалуйста, аккуратнее с терминами. А то у некоторых от слова равноудаленное может сорвать крышку с чайника. Но это продолжение про средний вектор. Когда объясняли отдельно, что такое вектор, отдельно, что такое средний. Что такое перемещение. Люди шутят до сих пор. Виктор, объясните на пальцах про центры масс. Откуда они вообще берутся? Все, что удалось найти, это формула, которая и вводится в виде определения. Интересует именно физический смысл этого явления. У нас есть вещество. Вещество обладает массой. Все тела состоят из вещества. И где-то этого вещества больше, где-то меньше, где-то у этого центра. Вот возьмем деревянный объект скалка. И вот так вот начнем сводить, 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 сводить пальцы. И у нас в центре где-то получится точка, где находится равновесие. Вот где-то вот в этом месте у нас и есть центр масс. Вот здесь. У этого объекта. Сводили, сводили. Вот он, центр масс. Вот он. И применительно ко всему так. Тут объяснять-то сильно нечего. Наглядный пример, надеюсь, вам поможет. Дмитрий Акимов. Я не хочу даже слышать про так называемый первый закон логики. Надоело. Ну, ловите другое. Изгрызть два дерева лучше, чем изгрызть одно дерево. Первый закон бобра. Владимир Б. У вас собралась группа ребят, которые понимают, что происходит, что все предложенные варианты устройства мира нелогичны. Это же хорошо. Плохо то, что они начали понимать ваш вариант, который не дает логичевского объяснения. Если вы за здравый смысл действительно хотите найти истину, допускайте, пожалуйста, что вы можете ошибаться. А то, как вашу логичную версию понимает какая-то маленькая горска людей? Зачем устраивать дебаты с людьми, которые искривляют пространство? Люди, которые в это поверили, их не излечить. Найдите того, кто действительно руководствуясь исключительно логикой и вам объясняет, что если машина летит в стену, это не значит, что ее притягивают или сталкивают. Допускайте, пожалуйста, то, что вы можете ошибаться на то, как ваша логичная версия понимает маленькая горска. То, что вы можете ошибаться. Я изначально допускаю, что я могу ошибаться. Я не говорю, пока что-то не проверю, в чем-то не удостоверю. Вот когда этап сомневаться, вот в выводах, вот я на этом этапе просто молчу, никаких гипотез не объявляю, ничего. Просто помалкиваю. А когда уже все перепроверено на 100 рядов, вот тогда я озвучиваю материал. И он является, как правило, констатацией. Когда уже все проверено, вот вы сосчитали, что у крокодила две челюсти. Вот что вам еще дальше? Вот все, две. Сколько сомневаться-то можно? Уже констатируйте факт. Если он известен. У верблюда два уха. У бегемотика четыре лапки. Ножки. Тут несколько человек не поставили лайки. Отдавайте их немедленно. Правильно. Бровкин Михаил. Почему вы уверены, что мир не может быть устроен наоборот? Что искривление есть. Но нам кажется, что его нет. Потому для нас все выглядит ровненько и без искажений. Можете обосновать, что это не так, используя логику. В качестве примера могу провести следующее. Есть технология наблюдения за галактиками, которая называется адаптивная оптика. Благодаря ей искажения турбулентных неоднородностей атмосферы устраняются таким образом, что мы получаем неискаженную картинку. Вот искаженная картинка, искаженное пространство – это разные вещи. Вот как удостовериться, что у вас две руки. Это надо проверить, сколько у вас рук. Вот проверили раз и два. А может у вас есть третья рука, находящаяся в подпространстве, и пятая рука, находящаяся в воображении. Замечательно. Но в реальном пространстве, в котором мы находимся, у вас две руки. И вот дальше люди делятся на две категории. Они смогли сосредоточиться и принять этот доказанный научный факт, что у человека две руки. А остальное – толпа балбесов, интеллектуально отшкурканных, отшкуренных, которые не могут сосредоточиться. К мышлению относятся только первые категории. Которые смогли сосредоточиться и посчитать, сколько рук у человека, или сколько мерностей в пространстве. Все. Остальное – это не имеющее отношения к реальным экспериментальным данным. Уважаемый Виктор, не могли бы вы снять ролик о сравнении бесконечно больших и бесконечно малых? У нас снят этот ролик, называется «Бесконечности». Там полностью обзор по этим вопросам. Он снят давно, его может переснять уже, ну, как бы как рабочий материал. Пожалуйста. В планах хорошо. Вообще, вот любой вопрос, заходите на ютуб, выбирайте «Катючек». Второе слово – «Бесконечность, поиск». Вылезет «Катючек» про бесконечности. «Катючек, черные дыры, поиск». Вылезет «Катючек, черные дыры». Вот именно таким образом вы можете найти что угодно. Михаил Ковалев. Виктор Григорьевич, зачем нужна такая наука, которая не жизнеспособна? Правда должна сама пробиваться к свету. Если ваша правда никому не нужна, ради чего вы упорствуете? Зачем стараетесь? Может, проявите мудрость? Почитайте немного про пространство-время, про континуумный метод, про искривление пространства. Понимаю, для вас это может быть невыносимым, но вы же любите преодолевать, бороться, начните с себя, сделайте шаг навстречу релятивизму. Это звучит, как вот эти люди, которые приходят, стучатся в дверь, говорят, вы верите в Бога, поверьте, приходите в нашу церковь. Почитайте немного про пространство-время, про континуумный метод, про искривление пространства. Вот прочитать про континуумный метод на этой галактике можно только то, что Катючек написал про континуумный метод. Эти люди про континуумный метод ничего не писали. Вы предлагаете мне прочитать то, что я уже написал один раз? О-о-о-о, да-да, веруйте в релятивизм, да. Дайте себе немного времени. Поразмыслите над тем, что многие релятивисты смогли сделать видео, например, о вашей теории вселенной на отталкивание, рассмотрели доводы и не впали в истерику. В той же самой черной зоне есть красный ход. Помните, каждый может измениться. Господь дал вам для этого все необходимое. Желаю вам удачи и решительности. Что происходит? Какая милота. Да, у пространства нет той штуки, которая может закончиться. Но разве можно отрицать тот факт, что нам неизвестно о чем-то третьем, отличном от пространства и материи, что может быть границами этого мира? Просто мы это еще не обнаружили, но возможно оно есть. Вот это вот само себя запутывание. Нам неизвестно о чем-то третьем. Просто мы этого еще не обнаружили, но возможно оно есть. Вот о чем-то третьем применительно к пространству мы ничто не сможем обнаружить. И нам все известно о пространстве. Вот посчитались пальцы на руки, вам все известно про эти пальцы. Вот все. Вы не сможете обнаружить шестой палец на этой руке. Или следующий набор пальцев во многообразии. Вот это вот какой-то самообман. Нам неизвестно о чем-то третьем, отличном от пространства. Вот с научной точки зрения нам известно все. Есть пространство, есть материя в нем расположенная. Вот что-то в этой схеме какого-то дополнительного, волшебного ничего больше нет. Вот все, что расположено в пространстве, проявляет физические свойства, то является материя. То есть если мы что-то не обнаружим, это будет материя. Все. И она будет расположена в пространстве. Поэтому вот это вот ваш тезис. Просто этого мы еще не обнаружили, но возможно оно есть и отличается чем-то от пространства. Это несостоятельный тезис. Это путанка, путаница мыслительная. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова